Здравствуйте! В эфире еженедельной новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Первый отраслевой день информирования. Итоги дня охраны труда. Отчетная конференция профсоюзной организации Смоленской атомной станции. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. Мощность фактическая 25 087 мегаватт. Выработка 35 519 000 000 000 кВт-ч. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока. Суммарная нагрузка 3202 мегаватта. Существенных замечаний по работающему оборудованию нет. Выработка электроэнергии за пять дней марта составила более 300 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработано более 3,8 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 247 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 2 марта работники атомной отрасли смогли получить оценку работы за 2017 год и узнать о стратегических бизнес-задачах компании непосредственно от генерального директора Росатома Алексея Лихачева. В онлайн-режиме Алексей Евгеньевич выступил перед многотысячным коллективом госкорпорации и ответил на все интересующие сотрудников вопросы, в том числе поступившие посредством СМС-сообщений. Онлайн-встреча, объединившая более 80 предприятий, дала старт первой информационной кампании 2018 года. Как подчеркнул генеральный директор Росатома, безопасность – главные условия и ключевой критерий оценки работы госкорпорации. Он призвал коллективы атомных станций с особым вниманием подходить к вопросам обеспечения безопасности, работая над постоянным повышением ее уровня. Подводя итоги 2017 года, Алексей Лихачев отметил, что госкорпорация «Росатом» не только выполнила практически все показатели, установленные государством, но и установила рекорд по выработке электроэнергии – почти 203 миллиарда киловатт-часов. В 2018 году начался новый этап в развитии территорий и присутствии объектов Росатома. Атомная отрасль продолжает поддерживать желание атомградов развиваться, только теперь все программы реализуются через гражданское общество, через жителей, которые не только видят проблемы, но и готовы их решать совместно с муниципальными властями. День информирования был очень современный, живой и неформальный. Хочу сказать, что день информирования соответствует всем ценностям Росатома. Он эффективный, безопасный, на шаг впереди, ответственный за результат и самое главное – в единой команде. Проведение дня информирования очень понравилось. На дне информирования освещались как результаты прошедшего года, так поставились планы на следующий год. Мне понравилось то, что были заданы онлайн вопросы, получены полные и достаточно ответы на эти вопросы. Очень позитивно награждение работников отрасли, причем рядовых работников отрасли. Было позитивно очень видеть награждение специалиста Ленинградской атомной станции. Вообще формат очень хороший. На Смоленск АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме нарядно-допускная система, производство работ, состояние оборудования. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. В рамках проведения третьей ступени контроля проходили обходы под руководством директора. Был проведен обход в турбинном цеху под руководством главного инженера, электрический цех под руководством первого заместителя, главного инженера по эксплуатации провели обход по отделу метрологии. Замечания выданы в подразделения для устранения. 240 делегатов отчетной конференции признали эффективной деятельность профсоюзной организации «Смоленск АЭС» в 2017 году. 27 февраля прошла отчетная конференция профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации «Смоленск АЭС». В организации состоит около 4000 человек. Это работники станции, неработающие пенсионеры САЭС и работники шестисторонних организаций города. На конференции присутствовали 240 делегатов от цехов комитетов, что составило кворум. На повестке дня был отчет председателя правкома САЭС Юрия Кузнецова и доклад директора станции Павла Лубенского о результатах работы коллектива атомной станции за 2017 год, поставленных задач на предстоящей 2018-й и перспективах развития «Смоленской АЭС». В отчетный период профсоюз участвовал во всех мероприятиях, которые касались социально-трудовых прав работников, представлял интересы персонала при разработке нормативных актов, вопросов охраны труда, питания и здоровья, культурной и спортивной жизни. Конференция единогласно признала работу профсоюза удовлетворительной. В своем докладе Павел Алексеевич, подводя итоги прошлого года, оценил положительную тенденцию во всех направлениях. То есть все задачи мы выполнили. И я за это, за то, что мы всем коллективам, всей станции доказали, показали, что Смоленская атомная станция, коллектив Смоленской атомной станции, он может. И задачи, которые остаются по плечу, я говорю вам всем большое спасибо. Также он отметил, что в 2018 году перед коллективом стоят серьезные производственные задачи при высокой безопасности эксплуатации блоков и продлению ресурса работы третьего энергоблока. Уважаемые Десногорцы и гости города, 10 марта в 17.00 в выставочном зале Историко-Краеведческого музея пройдет вечер памяти Сергея Есенина. Приглашаем всех желающих. 11 марта в Десногорске состоится межрегиональный отборочный чемпионат по рубке шашкой «Казарла». Спортсмены будут состязаться в искусстве фланкировки и пешей рубке шашкой. Зрители ждет угощение традиционным казачьим кулешом и горячим иван-чаем. Начало мероприятия в 10.45. Место проведения – Центральная городская площадь. Также мы приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе, посвященном Международному женскому дню. Чтобы принять в нем участие, необходимо сфотографироваться на фоне праздничного баннера, выложить фото в интернет-сети на сайте ВКонтакте с хэштегом «Десногорск ты прекрасна». Авторы трех лучших фотографий, набравших наиболее количество лайков, получат призы. Подведение итогов конкурса состоится 9 марта в 15.00. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Милые женщины, поздравляем вас с наступающим Международным женским днем. Желаем весеннего настроения и неиссякаемой энергии. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин